Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку. Я проходил по Малой Морской. Кто не знает, это в Петербурге улица недалеко находится от Исаакиевского собора. И ранее она называлась улицей Гоголя. Малая Морская 17. Такой маленький неказистый домик, но история достаточно приличная. Это дом купца Коннорда Кизеля. Стиль классицизм. В 1766 году он подлежал Кизелю. И в 1852 году придворному музыканту Липену. Немножко про Кизеля. Кизля это был купец, домовладелец. У него был в доме большой зал, который он задавал для различных собраний. Около пяти лет в нем собирались представители иностранной колонии, которые образовали английское собрание в 1770 году. Английский клуб. И сначала он брал 500 рублей за сдачу, а потом членов клуба стало больше. Вот он начал брать по 1000 рублей. Такой был купец Кизель. Вот что пишут в Санкт-Петербургских домостях от 1771 года. В доме купца Кизеля будут приехавшие итальянцы. В числе коих находится 8-летний мальчик и 6-летняя девочка, показывающий за деньги особливое свое искусство в прыгании по проволоке. Такая вот маленькая ремарочка. В одной из хроник написано, что дом Липена, этот же на Малой Морской, некогда принадлежал купцу Юге. Это очень старый дом, в нем еще в эпоху Павла I жил Максимилиан Ильгель Меслерода, отец известного канцлера. В этом же доме в Павловские дни жила семья Апраксина, сына известного фельдмаршала. А Липен – хозяин этого дома. Это придворный музыкант. Надо отметить, что в 1772 году здесь было первое музыкальное общество. с 1909 по 1931 год общество художников имени Куинджи. В это общество входили замечательные художники. Крыжицкий, Авилов, Богоевский, Бродский, Крабовский, Зарубин, Маковский, Верих, Рылов, Савинский, Кайгородов, Чехаров, Чепцов, Колесников, Богданов, Бельский, Визель, Кузнецов и многие другие. И после революции 1917 года общество оказывало помощь многим художникам, испытавшим материальные затруднения. Вот такой дом, сколько здесь людей было знаменитых. И, кстати, в 1917 году дом еще оставался в роду Липенов и принадлежал иноторговцу Генриху Липенов. Чем интересен этот дом? Дом интересен тем, что в этом доме проживал Николай Васильевич Гоголь. Жил с июля 1833 по июнь 1836 года. Занимал небольшую квартирку в третьем этаже дворцового флигеля. Адрес этого дома Гоголь использовал в комедии «Ревизорка». Листаков, посылая письмо в Петербург, называет адрес. В доме под номером 97-м, поворотя на двор, в третьем этаже направо. Так было по нумерации 19-го века. Кстати, номер 97-й это был дом. За три года, который провел в доме Гоголь, для написанной повести «Старосветские помещики», «Кеневский проспект» и пьеса «Ревизорка» говорят, что и некоторые другие произведения. Часто на квартире писатели устраивали дружеские чаепития и обеды в складчину, на которых бывали Гребенко, писатель-поэт, который писал как на русском, так и на украинском языке, Данилевский, которого считали русским Дюма. Он, кстати, в 1866 году издал книгу исторических и биографических очерк «Украинская старина», которая удостоена Уваровской премии. Его полное собрание сочинений в девяти томах выдержало с 1876 года сему изданий. Господин Анинков – литературный критик, историк, литература и меморист. Нередко, кстати, приходил к Гоголю и по Александру Сергеевичу Пушкину. Ну, кто такой Пушкин, наверное, мы все знаем. Кстати, Пушкин очень живо интересовался творчеством Гоголя. Вот заходил в этот дом. Вот такой, в общем, простенький домик. А сколько здесь было таких титанов, да? Гоголь, Пушкин, Анинков, Данилевский, Гребенка. Обалдеть. Ну, собственно говоря, в общем, и все вот про этот дом. Вот будете идти по Малой Морской, проходить дом номер 17 раз, посмотрите и вспомните, что я вам вот рассказывал. Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok